Всем привет, с вами Доминик Джонс и сегодня будет мой первый обзор PC игры, а именно игры Fable 3. Хоть и вышла она еще в мае, но недавно я наскнулся на нее на торрентах, решил скачать и эта игра ужасно меня затянула. Итак, начнем обзор с геймплея. Мы можем покупать магазины, различные торговые лавки и дома. Даже сможем хорошо подзаработать кузнецом, пекарем булочек или сыграть две случайных прохожих на лютни. Скажу по секрету, заводить дружбу с веселыми жителями Альбиона, это собственно королевство, в котором происходит действие, весьма выгодно. Ваш персонаж получит специальные печати гильдии, а потом и вовсе различные подарки. Второстепенные миссии и диалоги в игре не раз порадуют нас оригинальными выражениями и смешными шутками. Вот скажите, как можно не разуябаться, наткнувшись на таверну полную цинфующих скелетов? Вам этого недостаточно? А как насчет того, чтобы увидеть, как призраки боятся своей умершей мамы, которая даже после смерти не разрешает ему прикоснуться к бочонку ароматного Эви? Ох, эти глупые мурфицы. Фейбл 3 затягивает ужасно. Она затягивает свои чудесные атмосферы и невероятные жаждые приключения в этом волшебном, а порой и очень жестоком мире. Боевая система Фейбл 3 такова. Стильба из огнестрельного оружия осуществляется как, собственно, и в предыдущей части. Конечно, жаль, что на PC ее так и не было. То есть, нажатием на одну кнопку. Как, в принципе, и все в этой игре. А вот в бою, при помощи молота или меча, мы часто будем иметь возможность наблюдать так называемый коронный удар. При применении магии есть такая возможность атаковать одновременно двумя заклинаниями. И знаете, порой это выглядит очень эффектно. По ходу игры нам постоянно придется делать выбор. Ну, собственно, это и есть отличительная черта Фейбл, можно так сказать. И порой наши решения будут очень сильно влиять на дальнейший ход игры. Итак, сюжет. Ну, пришло время сделать обзор сюжета. Действия игры разворачиваются спустя полвека после истории, описанной во второй части. Во главе Альбиона развешается брат главного героя игры, прослывший суровым тираном, не терпящий никакого возражения. Даже несмотря на активно идущую промышленную революцию, большая часть жителей Альбиона увязла в нечете. На заводах пашут даже дети. Со всеми недовольными гражданами разговор всегда довольно короткий. Голову с плеч или застрелить. Наш главный герой, он же брат или сестра, это вам придется выбирать в начале игры, текущего правителя Альбиона, желает покончить со служившим субпорядком и собирается свергнуть своего родного брата с престола. Тут-то и начинается наше удивительное приключение. Чтобы поработить тирана, для начала нам необходимо заручиться поддержкой законных и не очень организаций, а также простых людей с разных районов Альбиона. Искать новых союзников придется даже на другом материке. Нам пристает заручаться поддержкой местного населения, зарабатывая так нужные нам для дальнейшего развития очки гильдии, выполняя при этом основные сюжетные миссии. Очки гильдии также можно получить за задания, которые никак не привязаны к основной сюжетной линии Фейбл 3, или просто за общение с простым населением Альбиона. Когда наш главный герой соберет необходимое количество сторонников, он сможет бросить вызов тирану и захватить дворец, а потом вовсе стать новой главой Альбиона. Именно в этот момент ему предстоит узнать, что судьба злодейка подготовила не только для него, но и для всего Альбиона. Нам придется решить, сдержать свои обещания, либо превратиться в нового, более ужасного тирана. Графика Фейбл 3. Итак, с графической стороны это тот же Фейбл 2, видео которого вы в принципе можете найти на ютубе, но с немного улучшенными и более четкими текстурами. Подобная картинка очень расслабляет и дает некий сказочный шарм. Есть, правда, некоторые недоделанные текстуры, но на этом, думаю, можно закрыть глаза. Порой также бывают проблемы с анимацией. Но, в принципе, все очень даже хорошо. Мир прорисован достаточно отлично, и порой просто хочется любоваться этими пейзажами, потому что все выглядит очень красиво, да и, в принципе, по ходу игры вы не замечаете тех мелких минусов, которые все-таки присутствуют. Звук Фейбл 3. Некоторые треки в игре переместлены из второй части. Ну, естественно, владельцы PC этих треков еще и не знали. Но есть и новые, очень звучные и лаконичные. Отдельно, по поводу заслушивают голоса персонажей. Актеры на самом деле весьма постарались. Забавный английский юмор, исходящий из рук дворецкого, довольно побуждает улыб. К сожалению, бывают моменты, когда произносимые слова и фразы никак не соответствуют жестам у них и персонажей. Но это уже оплошность разработчиков. Итог. Ну вот мы и добрались до конца обзора. Что же мы имеем в итоге? Ну, прежде всего, как и в общем, ожидалось, в игре отличный геймплей и захватывающий сюжет. В графике ничего нового. Но картинка в игре все равно достаточно живая и красивая. Что тоже на высоте. Если вы спросите меня, покупать вам Fable 3 или не покупать, я отвечу смело, покупать. Потому что это хорошая английская сказка. С вами был Доминик Джонс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok